Скажем так. Ну что, правила простые. У меня есть стишки, которые я вам буду зачитывать. И первый из вас кто? Или я не знаю, первый из вас, наверное, неправильно. Галдеж будем создавать. По очереди у нас люди будут пытаться угадать, про кого этот или про что этот стих. Так, подождите, объясните мне правила. Я понимаю, что, наверное, остальные участники уже играли. Так ты будешь просто третьим. И ты поймешь по дороге, да. Ты поймешь по дороге. Я, кстати, тоже не играл в политичку. Мы играем друг против друга или мы играем против ведущего? Вы играете друг против друга. Ну, это такое, как бы не друг против друга. Сейчас поймешь. Это только мини-барьба. Мы получаем удовольствие. Самое главное, чтобы наши зрители получали удовольствие и слушали веселые и хорошие стишки. Замечательно. Я не могу так читать после этого звука, простите. Ты бы сказал, Виталий, мы бы сделали. Вот это кто-то другой его запустил. Винкс. Да. Я очень старался быть серьезным, у меня не получилось. Простите, я не умею читать стихи, если что. Я буду стараться, но я не умею. Итак. Замечательно дерусь по понятиям братков. Это все для первой строчки? Я думаю, этого хватит для первой строчки. Ну что, Иван, давай с тебя начинать. Нет, подожди. Давай, давай. Замечательно дерусь по понятиям братков. Это первая строчка. Логически придумал рифму к третьей строчке. Ты можешь попробовать рифму придумать. А можешь просто что-то... В общем, предлагаешь, если правильно, то ты победил. А если нет, то Егора потом нет. Ну, типа, да. С первой строчки обычно не угадываешь. Замечательно дерусь по понятиям братков. Акс? Нет, не совсем Акс, не совсем. Но неплохо. Я придумал версию хорошую. А как, подожди, а сейчас второй зачитывается, или ты просто... Нет, я говорю, ну, мы так. Легион Командер. Я, мне кажется, что Егор... Нет, я объясню логику, он мне ничего не слал. Я даже не знаю, правильно это или нет. Да, это правильный ответ. Ну, дуэль... Ну, так несправедливо, потому что я тоже собирался это ответить. Но не дошло. Так вот, следующее с Ярослава, начнется потом к тебе. А что-то просто как-то. Как-то действительно просто. Ну, немного героев дерется так вот, чтобы по понятиям братков. Да, замечательно дерусь по понятиям братков. И сильнее становлюсь под толпы. Безумный рёв. Всё сильнее мой укол. Бой со мной врагу тяжёлый. Согласно модным трендам, в доте я меняю пол. Раньше было всё прекрасно. Можно было не ходить. Изменениям, согласно мне, цыганам, нужно мстить. Ну да, было же с конём, а остался без коня. Да, и легионка. А был легион. Легионесса. Как сразу мне написал Бурзума, если Егорыч ответит феминитивом легионесса, имеет право на дополнительный балл. Извини, Егор, без баллов. Почему-то мне Бурзума написал, если Егор ответит легионесса. Потому что Егор имел шанс хотя бы. Ну, просто я так люблю тковеркать слова. Ну, это наша тема личная, ладно. Я понял. Ну что, поехали дальше? Давай. Поехали дальше. Итак, начинаем на это с кого? С Ярослава. С Ярослава. А почему с Ярослава? А да, ну ты же Егор угадал. Всё верно. Здесь будут очень короткие строчки. Потому что просто будет. Ну, отлично теперь. Косвенно причастен к Вере. А мне Найт. Нет. Ну вот. Ну, очевидно уже. Очевидно? Итак, косвенно причастен к Вере. Почему нет вообще? Некрофос. Некрофос? Нет. Иван. Косвенно причастен к Вере. Может быть, там есть какая-то фраза. Может, этот персонаж говорит. Может быть, это Чен? Нет, это не Чен. Повезло, потому что это была моя версия. Ну, ладно. Егор, вы можете заработать второй пункт. Это может быть такой замут потом. Ну, пусть будет, например, Дазл. Косвенно причастен к Вере. Твой отстрочу приговор. Я был как Тарас и Кэрри. Вышел, правда, стыд, позор. Если надо, покалечу. Если надо, подлечу. Пережить любую сечь. Вам со мною по плечу. Дазл. Так, я хочу... Егор, покажи, пожалуйста, свою личку с Бурсумом. И давай разберемся. Здесь что-то нечистое. Я хотел ответить Чен. И была бы моя версия. Ты состилил. Да. Я бы ошибся. Понял. 2-0 в пользу Егора. 2-0. Егор против всех. Егор играет в студии. Все очень просто. Ну, давайте поехали дальше. Поехали. Так, на этот раз вы же понимаете, что Егор опять-таки последний отвечает. То есть вы опять втроем не угадаете. Такому проще. Мы же все варианты перебрали. Давайте. Я опять буду по одной сточке, чтобы еще сложнее было. Егор опять угадает. Поехали. Не прокурор я, но я сажаю. Сажаю? Сажаю. Кто-то сажает. Кунка. Она сажает на крест. Неплохо, неплохо. Нет, но это не Кунка. Ну вот. Что-то сложно. А, я понял. Артур, ваша версия. Ваша версия зависит. Черт. Я уверен, что я знаю ответ. Какой же я. Ярослав не тупой. Это факт. Без понятия вообще. Ну, пускай будет шейкер. Просто захотелось. Просто захотелось. Просто захотелось. Не удивительно, Артур, что это шейкер. Нет, это не шейкер, но... Ход мысли ваш понятен. На самом деле нет. Ну да. На самом деле нет, но ладно, Иван. Ну, я считаю, что это вообще ОД, потому что у нее второй спелл называется Астрал Приз... Приз... Да, да. Нет, нет. Это не... Я тоже так думал. Я тоже так думал. Все, я не такой. Это не ОД. Я еще хуже. У меня сейчас Астралом Призн действительно подходил бы под этот вариант. Но это не ОД. Егор. Я хотел ОД, я сейчас тогда подумаю. Сажаю. Ну, вспомни, что он тебе в личке писал просто. Ну, зная Сережу, сажать можно Селя. Это тренд-профектор? Господи Иисус. Нет, это не тренд-профектор. У меня два версии. Это был хороший ход мысли, Иван. У меня другие версии. Пронесло нас... Давай вторую строчку. Не прокурор я, но сажаю. Не прокурор я, но я сажаю. И как верблюд могу плюнуть в рожу. И как что? И как верблюд могу плюнуть в рожу. Визаж. Ой, ну да, визаж. Не прокурор я, но я сажаю. И как верблюд могу плюнуть в рожу. Пускай не птица, но я летаю. И если бьют, то я сброшу кожу. Да, это действительно визаж. Сажает он, вы сами понимаете. Птиц. Птиц. Плюет и действительно сбрасывает кожу. Ну, пассивочка его сбрасывает свои кожи. Теряет резист. Хорошо, хорошо. Хороший стих отворить. Мне нравится. Действительно хороший стих. У нас скоро уже стартует матч Личини Гейминг против Юнион. Но у нас есть еще возможность, я думаю, немножечко пообщаться. Да, давайте, давайте. Мне прям нравится. Да, так с кого мы сейчас с Артура начинаем? С Артура, да. Артур, очень сложно. Сразу говорю. Я желтый, а друг мой красный. Джеки Роз. Джеки Роз. Он голубой. Да, он голубой. Я просто так сказал. Откуда Джеки Роз желтый? Где вы видели желтый? Ладно, Огр Маг. Нет, это неверный ответ. Это не обязательно герой. Это может быть предмет. Да, это может быть что угодно. Ну и хорошо, все равно. Это может быть даже Дэнди с генералом. Не знаю, что угодно может быть. Иван, Иван, я желтый, а друг мой красный. Я желтый, а друг мой красный. Ой, сказал бы я, что это алхимик, но там же он фиолетовый, его друг. Так. Ну, допустим, желтый, а друг мой красный. Ну, пусть алхимик будет, я не знаю, честно. Очень тяжело. К сожалению, это неверный ответ. Есть возможность сейчас у Егора. Ты догадался? Нет возможности. Нет возможности. Такая глубокая метафора. Наверняка что-то не так просто. Не, я даже не знаю. Я скажу некрофос, как сказал он. Потому что у меня нет версии. Это типа пас. Некрофос. Такой же звук, как Артур. Это точно не некрофос. Шейкер. Ярослав, у вас есть возможность сорвать банк. Так я уже сказал. Я уже сказал шейкер. Это второй пастость. Нет, это, конечно, неверно. Но мы хотя бы знаем. Переходим ко второй строчке. Я желтый, а друг мой красный. Но бьем мы одних героев. Жестяк. А я понял все. Конечно. Понятное дело. Ваши варианты. У вас есть возможность до Егора заработать. Иван, то есть это только я или ты? Да, это только Артур или Иван. Я желтый, а друг мой красный. Но бьем мы одних героев. Задумался. Ну это, я не знаю, что это может быть. Ну течис пускай будет. Нет, это не течис. Вот мой вариант. Это был мой вариант. Какой хороший вариант. Пропускай ход. Это герой, Егор, скажи. Это герой? Конечно, герой. Я желтый, а друг мой красный. Егор очень хорошо играет. Человека, который... А, господи, да это ж Урса-варьер. Эти Энши. Ну не Энши, это нейтральные крипы. Я желтый, а друг мой красный. Но бьем мы одних героев. Становится друг опасней, когда рядом будет трое. Да, это действительно лесные Урсы-митриженки. Ты выудил информацию с моих эмоций. Из вот этого лица не очень много информации можно выудить. Я думаю, что это мог быть не герой, скорее всего. Или ты думаешь, что вот таким лицом ты выдал Урсу? Я не знаю, лесу. Нет, я выдал, что это, скорее всего, не герой. Понял. Ребят, у нас там начинается игра. Давайте мы посмотрим игру. Или вы хотите пик не будете комментировать? Да нет, я думаю, игру все-таки ради приличия стоит посмотреть. Конечно. Конечно. Конечно, играть-то мы можем долго, да? У нас Юнгейминг против Лучини идет игра. И, в принципе, мы можем посмотреть. Она, опять-таки, не очень важная, но это единственный матч, который на данный момент идет. Субтитры сделал DimaTorzok